Солнечногорских предпринимателей поздравили с праздником. Пока еще в формате видеоконференции. Хоть и есть послабление, но карантин еще продолжается. Глава округа Владимир Слепцов обратился к предпринимателям в муниципальном центре управления регионом. В первую очередь, наверное, самое главное, что бы хотелось пожелать вам в этот день, это, конечно, здоровья. Я хочу, чтобы вы берегли себя, ценили коллективы свои и, конечно же, ни в коем случае не давали возможности людям приобрести эту инфекцию, то есть заразиться. Поэтому сегодня и на уровне Российской Федерации, и на уровне регионального правительства есть определенные моменты, которые мы должны исполнять. Это изоляция, это ношение масок, перчаток и, конечно же, социальная дистанция. Тем не менее, в День предпринимателя, уважаемые коллеги, нас пандемия не останавливает. Мы с вами продолжаем трудиться. И сегодня это самая актуальная тема. Как выжить бизнесу в условиях пандемии. Далее как раз обсудили меры поддержки. В частности, выступил начальник налоговой инспекции с информацией об отстрочке по налогам. Как выживает предприятие «Королевская вода», рассказал его руководитель. Никого из 600 человек не уволили, отметила она, благодаря полученному беспроцентному кредиту. Поздравил коллег с праздником и Артем Понасюк, председатель Союза промышленников и предпринимателей. В городском округе на сегодняшний день порядка 130 предприятий, 126 из них работают. Создан штаб для поддержки предпринимателей, составлен список системообразующих предприятий. Продолжает работать горячая линия по вопросам предпринимательской деятельности. И с каждым руководителем предприятий работать стараются и в индивидуальном порядке, отмечает первый заместитель главы округа. Способствовать также контактам с Московской областью, помогать оформлять документы, помогать включать АКВД, соответственно, вот как вы видели сегодня с чистой водой, в список пострадавших областей экономики. И, соответственно, еще вторая сторона всего этого процесса, помимо помощи именно в возобновлении, продолжении работы, восстановлении, вот именно в основном она информационная на нашем уровне, потому что мы со своей стороны тоже, так как у меня в управлении финансы, мы тоже пострадавшая часть, потому что доходы бюджета резко упали. И те программы, которые мы планировали, соответственно, сейчас тоже как бы находятся в таком состоянии, в котором мы будем смотреть, насколько что мы сможем сделать в этой части. И ни в коем случае не ослаблять меры безопасности, призвал всех в итоге Виталий Виноградов. Масочно-перчаточный режим остается, дезинфекция все так же актуальна, особенно для крупных предприятий. Администрации округа проводят ежедневный мониторинг. И еще раз телефон горячей линии, куда смогут обращаться предприниматели. Плюс семь, четыреста девяносто девять, шестьсот сорок пять, шестьдесят четыре, одиннадцать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова